Видео записано, как она меня ударила. Куда она тебя ударила? В плечо. Какое? Кулаком, получается, так, правое, мое правое. Грудь, плечо, вот это вот так вот, нужно два удара было. Два удара? Да. Два удара в правое плечо, она била правой рукой, правильно? Правой рукой. Нужни в чем! Не виноваты! Зафарова Севда, дочь Гавриловой Людмилы Дмитриевны, директора ЖЭУ. Зафарова же, это вроде как перебожатка, по-моему. Нет, они грузины. Жука! Телефон убери! Да все, вызывай, вызывай! Я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. Никогда. Подожди, подожди, подожди. Прямо как в старые времена. Нужни в чем! Не виноваты! Какие ваши доказательства? Привет, Чуракова, да, называется? Да, привет, Чуракова. Руки я не распутял. Я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. Руки я не распутял. Никогда. Я на честное слово работаю. Какие ваши доказательства? Надиму плюнула. Да, Надиму плюнула она. Чтобы детям пришлось хорошо. Потому что я своим людям верю. Мастерам и ЧОПовцам, которые были у вас, я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. А что вы меня толкаете? А что вы меня толкаете? А что вы меня толкаете? А что ты наделишься уже? Какие ваши доказательства? Вот, детей день рождения, они пришли ему... Да я видела, он мне прислал. Я видела вообще, но я не знаю вообще. Такое ощущение, знаешь, вот Антон, вот честно, ей-богу, вот эти вот деньги за коммуналку, знаешь, такое ощущение, как будто мы ей платим, и она приходит, как вышибала, за это же у ДЭС выбивает. Прямо как в старые времена. Ну, почему-то у меня такое ощущение вкладывается. Ну, вот я честно, вот я посмотрела, знаешь, такое ощущение, как будто пойдет там тысячу, две заплатят, или пускай десять тысяч, да, и они придут к ней. Вот она под вот это вот, знаешь, своим плечом, я не знаю, вот этой мощью. Ну, вообще-то куда она... Я в шоке, короче. Ну, жди в чем! Не виноваты! Все хотят, то творят. Какие ваши доказательства? Короче, УПГ. Очень приличные граждане. У детей день рождения сегодня, а нам свет выключили. Провод дай. Ваш отключительный оттенок. А надо провод. Да? Да. Самомойная. У детей сегодня день рождения. Вот, сегодня вам документы показать, вы отключаете? Не заплатить. Вы почему даже не постучали, не предупредили? А почему не предупредили, не постучали? Дайте заплатить. В смысле не хотите? Дайте я заплачу. Чтобы детям жилось хорошо. Это вот, я не понял, это вспоминная какая-то. Да? Да, че вы меня снимаете? Меня не надо снимать. Тем более. Звук-а! Телефон убери! Все, х**, вызывай, вызывай. Телефон. Я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. И когда? Подружки, подружки, подружки. Бери, вы вообще не имеете права меня снимать. Не имею, снимай. Вызывай, пожалуйста. Снимать? Вызывайте. Вызывайте. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура? Вызывай, что? Игорек, прокуратура. Вызывайте меня, я сейчас вам сделаю, дядя Жбиня. Сделайте. Еще пьет меня. Потому что ты делаешь. Выбивай. А зачем вы снимаете? Я не запрещаю вам снимать меня. Нет, я не имею права. Вы не имеете права. Вы в должности, работаете. Соплотите. И не хватает. Я такая же сумасшедшая женщина, как ваша дочь, которая распускает руки, на которую вы заседите на делах в арбуратуре. Зафарова Севда, дочь Гавриловой Людмилы Дмитриевны, директора ЖЭУ. Зафарова ЖЭУ, это вроде как перебожатка. Нет, они грузины. Все, тут записано, как она полком не ударила. Нормально. А вы телефон мне... Все, ждите. Вызывайте, вызывайте, вызывайте. У меня есть свидетели. А у меня видео есть. Зачем мне ваши свидетели? Телефон мне надо было. А не надо меня снимать. Не буду снимать. Все, длительность. Завтра. Ну что ж ты рисунок, подонки, подонки, подонки. Я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. Подонки. Не надо. Я хочу, чтобы выглядел. Мне осталось так. Меня уже снято. Потому что вы пришли в жиле. У вас в реальности там запись есть? Что есть? Ну-ка, покажите мне запись. Что я там сказал? Я сказал, что в прокуратуру пойду. А вы сказали, что вы меня грозили убить. Вот видео, покажите мне это. Я не угрожал ничего. Я забрал запись. Просто есть. Алло, Антон? Слушаю. Алло. Антон, привет. Это заводит, который там по поводу... Да-да-да, в курсе, в курсе. Слушаю. Слушай, я тебе там видео выслал. Короче, приходила сейчас директриса сама, короче. На меня это самое... Я бы... Начал снимать меня с порога прям. Ага. Ну, я открыл дверь. У нас выключился вообще во-первых свет. Я не понял. Холодильник тоже смотрю это самое. Они, оказывается, даже не постучали, не предупредили ничего. Угу. Просто вырубили и все. Я выхожу. Они стоят уже, закрывают чуток. Угу. И меня снимают сразу на видеокамеру свою. Ну, на телефон. Вот. Я начал... Ну, там увидишь видео, там все понятно. И она мне еще кулаком ударила. Я говорю, вы какое имеете право снимать меня? Я имею право, короче. Ну, там все слышно, все видно. Ну, что тебе попозже? И это самое... Она меня ударила, но не будет синяка просто. Не будет синяка. Она прямо ударила. На видео видно, как она тебя ударила? Вот именно что. Вот посмотри, посмотри видео. Посмотри вот это видео. Я сейчас тебе переслал на этот самый, на WhatsApp. Пиши сообщение. Звони в 102, сообщая о совершенном преступлении по статье 215.1, то есть 215.2 и побои нанесены директором ЖУ-4. Это кто? Это директор чего? Директор ЖУ-4. Вот это мастериста, которая не русская, а это самая мать. Да, 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 да. Ясно. Это ее мать, короче, приходила. Ясно, ясно. Сейчас чувствую это. Новое видео будет. Вот, посмотри, посмотри, и это сам перезвонишь мне. Добро, добро. Когда они тебя первый раз отключили? Они тебя там просто рубанули, да? Автомат не выключили и кусачками по проводам, да? Кусанули? Да, да, да. Я вот это второе видео заснял уже, показал. Нет, это второе. Ты на словах расскажи, что произошло. Когда это было? Когда они кусачками рубанули, не выключив автомат? Это было 27-го или 28-го. Февраль, февраль. Угу. Так. Я узнал, что, говорит, это молодой, говорит, это кто-то его пропихнул туда, запихнул. Он, говорит, еще не шарит нифига, говорит. Вот. Они просто сидели дома, услышали хлопок. Выключили со свету, услышали хлопок. Это вот замыкание-то было. Угу. Вот. И было замыкание, хлопок вот этот вот. Я выхожу в подъезд, а он стоит в руках, этот провод держит. То бишь, они не вырубили рубильник полностью, не вырубили. И напрямую сразу кусачками просто подошли, обрезали. Угу. И видать, когда он обрезал, в это время плоскогубцами дотронулся до железа вот этого, ну, на массу. Угу. Ну и само собой, там дальше я уже рассказывал, что, как. Там на, подожди, на двери видно следы взрыва? Не на двери, а на, где я в втором видео снимал, вот сейчас недавно выслал. Угу. каплей расплавленного, что там, алюминий, либо... Алюминий. Он меня снимает на телефоне, говорю, подождите секундочку. Я ушел телефон. Подожди, успокойся, пожалуйста. Давай конструктивно диалог строить. Я уже видел это видео. Дай мне вопросы позадавать. Да, да, слушаю. Значит, смотри, мне от тебя нужно добро разместить вот этот телефонный разговор и предыдущий, и вот эти все три видео, которые у меня есть. Даешь добро? Даю. У нее на видео видно, то, что она снимала, у нее на видео записано, как она меня ударила. Куда она тебя ударила? В плечо. Какое? Кулаком, получается, так, правое, мое правое. Ну, грудь, плечо вот это вот так вот, нужно два удара было. Два удара? Да. Два удара в правое плечо, она била правой рукой, правильно? Правой рукой. По-моему правому, и одна, ну, в грудь чуть-чуть попала. Угу. Значит так. Я не знаю, просто я не обращал внимания, просто, как, 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 у меня просто, на это просто не обратил внимания. Тебе больно было, нет? Ну, как больно? Ну, я мужик, блин, она баба, как, как может быть больно? Были удары по боли в жизни. Слушай внимательно, значит, тебе надо срочно сейчас писать сообщение о совершенном преступлении. Я тебе сейчас пришлю в видео, под видео ссылка на необходимые бумаги. Меняешь под себя сообщение о совершенном преступлении и срочно отправляешь в это, в прокуратуру и в отдел полиции. Так, куда в первую очередь? Куда идти или ехать надо будет? Можешь никуда не ходить, можешь поменять свои данные, короче, печатаешь, ставишь роспись, сканируешь и отправляешь в электронном виде через интернет-приемные в прокуратуру и в МВД. Либо это на почту с заказным ценным письмом с описью, с уведомлением. Либо в живую можешь вон в ГОМ-3 сходить пешком. Ну, проще в ГОМ-3 сходить, да не это самое, не мучиться. В ГОМ-3 они автоматом в прокуратуру отправляют или как? Или тоже в прокуратуру, наверное, будет ехать? Прокуратуру желательно, но не обязательно. Значит, сегодня у тебя на ближайшие два часа задача именно написать это сообщение о совершенном преступлении. И обязательно сходить в двух экземплярах, подаешь дежурному ГОМ-3, отдела полиции номер 3, и один у них остается экземпляр, второй тебе со штемпелем, либо выдают талон с номером КУС о принятии сообщения о совершенном преступлении. Все, понял. Ну, давай тогда жду от тебя это самое письмо, это посмотрю. А в письменном виде можно, например, от руки написать, чтобы не копировать там ничего? Там много текста, ну, в принципе, можешь сократить, можешь от руки нарисовать. Все, понял. Ну, давай тогда жду от тебя это самое, жду эту образец. Добро. Вот, и потом сфотографирую тебе вышел в это самое, парашюдируешь там, посмотришь. Добро, добро. Все, жду. Так, еще раз, это кто было? Это была директриса, вот это я не знаю, как ее фамилия, директриса ЖЭО. Насколько я знаю, Гаврилова, да? Она, в прошлый раз, когда я приходил за бумагой, в прошлый раз, когда я приходил за бумагой, вот той, которая говорит, дайте мне этот, помнишь, я тебе рассказывал, я забрал у них этот акт о выключении. Там были росписи, но ничего не записано, ни моя подпись, ничего. Вот в прошлый раз тогда я пришел, я ей ничего не грубил, ничего не сказал. Она мне говорит, что ты, говорит, на записи, у нас есть запись, короче, ты мне угрозился убить. Я говорю, единственное, что я вам, говорю, сказал, я говорю, что пойду в прокуратуру. И никакого не было, угроз никаких не было. Говорит, показывайте видео тогда мне это. Вот где я, ну это реально, я тогда даже Мата мне не сказал ничего. Ничего тогда не было такого. Она мне тут говорит, что я как будто я угрожал ей убийством. Первый раз, самый первый раз я тогда пришел, вот именно что, у них камера есть. Она говорит, что типа у них есть эта запись. Но нету там запись, нету там такого разговора, что я убитому. Ничего этого не было. Я просто сказал, на выходе я, говорит, сейчас, Она кричит, я бумагу, я ничего подписывать не буду, беру бумагу и ухожу. И она мне вслед, я сейчас полицию вызову, я говорю, вызывайте. Я говорю, еду в прокуратуру, все, и я ушел. Вот поэтому было... Подожди, квартира находится в собственности, приватизирована? Да. Ты истребовал протокол общего собрания? Нет. Тебя письменно уведомляли об отключении за месяц письменно? Нет, нет. Ты нигде, нигде я росписи не ставил, они кричали, что мы вам на WhatsApp типа отправляли. Я говорю, я на WhatsApp ничего не получал. А на голуби они не высылали с письмом? Нет, 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 нет. То есть ни в каком виде, они уведомляли? Нет, ни в каком, нигде моя роспись не стоит, что меня должны отключить. Они когда-либо, когда приходили отключать свет, какой-либо документ предоставляли, показывали? Нет, вообще никаких документов не показывали, не предоставляли, не давали ничего подписывать. А акты об отключении тебе предоставляли хотя бы копию? Нет, нет, я даже не говорю. Типа, что я сейчас буду в полицию звонить, говорю, звоните. А я говорю, еду в прокуратуру. Все. И на этом вот этот разговор закончился. Подожди, что за бумага она тебе пыталась вручить? На вот этот вот, который акт о том, что об отключении, типа подпишите, я сказал, что я ничего не буду подписывать. Этот акт у меня на руках сейчас на данный момент есть. Стой, это акт о чем? О подключении или о отключении? Отключение, отключение. Они, то бишь, они пришли, отключили, мне не уведомили, свои подписи поставили, и все. И все на этом, пустой акт получается. Только с подписями, ихними фамилией, отчества, ну, ФИО, и подпись их, кто отключал. Ясно. Сфоткай этот акт. Стой, стой. Акт вышли мне, сфоткай. Все, жду от тебя образец. Доброе явление. Все, сейчас. Все, сейчас. Все. 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 Субтитры подогнал «Симон»